Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Ксения Ложкова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. На Смоленской АЭС прошел обучающий семинар ВАО АЭС. Открытое первенство Смоленской АЭС по гиревому спорту. Фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики». На плановом совещании с руководителями подразделений о техническом состоянии доложил главный инженер станции Алексей Лещенко. У нас в работе три энергоблока. Суммарная нагрузка на 6 утра – 3172 мегаватта. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Директор станции Павел Лубенский сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 35 энергоблоков, в ремонте 3 энергоблока. Фактическая мощность на утро 29 165 мегаватт, что составляет 102,4% к плану заданию ФАС. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3 171 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 13 дней декабря энергоблоками Смоленской АЭС было выработано более 910 млн кВт-ч, сверх плана – 39 млн кВт. С начала года выработка составила 21,5 млрд кВт-ч, что превышает плановое задание на 430 млн кВт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС завершился обучающий семинар Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций. В нём приняли участие более 30 специалистов шести атомных станций концерна «Росэнергоатом». В течение трёх дней под руководством опытных экспертов они изучали и отрабатывали на практике концепцию принятия эксплуатационных решений. Процесс принятия эксплуатационных решений – это постоянный процесс, который происходит на станции. Каждый день люди принимают какие-то решения для того, чтобы обеспечить надёжную работу станции. И мы проводим семинар именно в АО для того, чтобы посмотреть ещё один подход, получить к этому процессу принятия эксплуатационных решений. Как он реализован в других станциях, что они делают, какие методологии применяют. Соответственно, познав чужой опыт, дополнительно освоив его и сравнив их со своим, мы примем дальнейшее решение, в какой степени мы применим именно этот способ принятия эксплуатационных решений у себя на станции. Семинар состоял из двух частей – теории и практики. Эксперты представили нормативные документы руководства, выпущенные Всемирной ассоциацией операторов АЭС по процессу принятия решений. Передовой опыт, применяемый на зарубежных АЭС. А затем в группах разбирались ситуации, реально происходившие на атомных станциях. Процесс принятия эксплуатационных решений – одно из важнейших направлений в атомной энергетике. Этот процесс бесконечный, процесс обучения, постоянного улучшения. Мы занимаемся проведением этих семинаров или обучающих курсов с 2016 года. Это курсы по лидерству, культуре и ядерной безопасности, принятию эксплуатационных решений, наблюдение и коучинг. Со Смоленской станции нас связывают давнейшие, давнишние традиции работы с нашей программой. Мы всегда очень хорошо сотрудничали, сотрудничаем и, я надеюсь, продолжим сотрудничество. В Десногорске состоялось открытое первенство Смоленской АЭС по гиревому спорту. По правилам соревнований каждому спортсмену выделяется 10 минут. За это время он должен сделать как можно больше подъема в гире. В зависимости от веса выбранного снаряда, количество подъема в гире умножается на определенный коэффициент. Таким образом определили сильнейших спортсменов города-атомщиков. Максимальный вес гири, который использовали участники соревнований – 32 килограмма. Максимальное количество подъемов гири, которые сделали спортсмены за 10 минут – 284. У мужчин в своих весовых категориях победили Сергей Смирнов, Дмитрий Раков, Эдуард Павловский, Владислав Каменьков. Второе место заняли Дмитрий Краснов, Денис Филимоненко, Дмитрий Зайцев, Роман Мерзляков. На третьем месте Михаил Навнычко, Антон Гаврютин, Денис Швецов. Хотя у многих гиревой спорт ассоциируется с сугубо мужским видом спорта, женщины также тренируются с гирями. Ведь такие занятия сочетают силовые и кардионагрузки, что позволяет эффективно прокачивать все тело. В открытом первенстве Смоленской АЭС приняли участие шесть представительниц прекрасного пола. Первое место завоевала Светлана Сопронцова. На второй ступеньке пьедестала Элина Шпакова. Бронзу взяла Оксана Быкова. Все участники награждены дипломами и медалями от администрации и профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Завершился второй фестиваль детского анимационного творчества «Снежные мультярики», посвященный Году науки и технологий. Об экологии, ставшей главной темой проекта, размышляли через творчество в городах Росатома. Ребята вместе с педагогами и родителями. В Десногорск в финале представили две команды – детского сада «Ивушка» и школа номер 4 – победители муниципального этапа. В основу мультфильма «Сортируя спасаем» от команды школы номер 4 «Тюбики» легло стихотворение мамы одного из актеров Елены Спасовой о пользе раздельного сбора и переработки бытовых отходов. В финале ребятам достался приз зрительских симпатий. Дети очень обрадовались результату. Но еще больше радости было, когда узнали, что получат в подарок мультстудию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова